Всем добрый день. С вами брокерская компания T-Finance. Меня зовут Дмитрий Шагардин. Я представляю вашему вниманию наш традиционный утренний видеоблющинг под названием Espresso, начиная в 9.40 по московскому времени. Также напоминаю, что с расписания всех мероприятий нашей брокерской компании вы можете ознакомиться на сайте www.brokerkf.ru. Записи видеоблющинга, помимо сайта, выложены через некоторое время на канале нашем на YouTube. Сейчас переходим к рабочему столу, обсудим последние тенденции на мировых площадках, посмотрим, как торгуются Азия и выстроим наши ожидания на ближайший торговый день. Пойдем по порядку. Американские фондовые индикаторы вчера закрылись на нейтральной отрицательной территории. Минимальнейшие изменения еще наблюдались. 0,03% потерял Dow промышленный, нулевая динамика по индексу S&P500. И NASDAQ 1 сотую потерял. В NASDAQ единственная интересная идея. Акции Apple достигли абсолютного исторического максимума и капитализация Apple сейчас максимальная за всю историю какой-либо ни было компании в мире. Такая интересная, единственная новость, которая меня сегодня утром лично заинтересовала. Европейские площадки вчера под закрытие торгов в общем-то себя достаточно неуверенно чувствовали. 2,10% потерял сводный индекс 50 крупнейших европейских компаний. Евросток с 50% мы видим, что минимумы по европейскому индикатору совпали с закрытием российского фондового рынка основной ее сессии. После этого Европа бодренько отскочила и всего лишь у нас всего 2,10% по факту потеряла. Поэтому здесь, с этой точки зрения, в России есть небольшой шанс отыграть вечерний позитив, который мы вчера вечером уже бодренько и отыграли, отскочили от внутренних минимумов. Азиатская сессия проходит достаточно спокойно. Здесь в основном все раскрашено в зеленые тона. Nikkei 2,25% прибавляет. Динамика, как вы видите, здесь абсолютно ровная, без каких-либо сильных движений в ту или иную сторону. Китайские индии, которые прибавляют, CSI 300%, Shanghai Composite 0,7% и Шенчженческий индекс плюс проценты 0,7%. Одновлиятельная газета «Китайская экономика», какая-то там не помню как называется, сообщила со ссылкой на неизвестный источник о том, что китайские власти планируют запустить очередной пакет мер по стимулированию внутреннего спроса в стране, в Китае. Ну, в общем, якобы на этих новостях растут китайские фондовые индикаторы, но ничего страшного, все-таки хорошо, что все в зеленом цвет окрашено. Южный корейский Коспи 0,11% прибавляет, Австралия плюс половину процента прибавляет. В общем, здесь, анализируя ситуацию и ход торгов на азиатской сессии, делаем вывод о том, что благоприятный настрой наблюдается, и с этой точки зрения мы должны сегодня открыться с повышением, следуя за нашими азиатскими коллегами. Фьючерсы на американские индексы стоят около нулевой отметки и никаких серьезных движений здесь не наблюдается. 42,00% прибавляет фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500. Дилеры делают ставку на открытие торгов в Европе в пределах 0,2%. Ну, в общем, ничего такого сверхъестественного. Летняя торговля продолжается, ничего интересного на рынках абсолютно не происходит. Рынок нефтяной, рынок сырьевой также сигналов сколь-нибудь серьезных не дает. Нефтбренд прибавляет 0,2%, текущее значение 114 долларов за баррель. Примерно то же самое, что мы наблюдали на закрытии пятницы, на закрытии прошлой неделе, хотя вчера внутридневная волатильность была достаточно неприятной. Но, тем не менее, сегодня тоже такие зеленые росточки наблюдаются. Золото подрастает, 1622 доллара за тройскую функцию. Ну и, в общем, здесь хорошо видно на экране ту вахханалию, которая происходит у нас в зерновых. Напоминаю, что кукуруза с начала 2012 года выросла в долларом эквиваленте на 26%, пшеница выросла на 35%, соя на 43%. Продовольственная инфляция скоро доберется, я думаю, и до нашей страны. Главное, что она доберется, скорее всего, до азиатских стран. И, в общем, скачок инфляции и возможно инфляционное давление продовольственное окажет некоторое влияние на те же самые монетарные власти. В первую очередь я говорю про Китай, про Индию. Это густонаселенные страны, которые при достаточно низком уровне доходов населения и рост цен на продукты питания может, безусловно, довольно сильно и больно ударить по многонациональным странам. Поэтому ожидания стимулирующих программ, в первую очередь от Китая, в общем-то, может быть перечеркнуты возможным ростом инфляции в этой стране. Так что здесь надо внимательно следить за продовольственным рынком, безусловно. На валютном рынке тоже, в общем, полный штиль. Здесь все те же тенденции продолжаются. Продаются сейчас американские доллары довольно активно. Южно-корейская ООН и австралийский доллар в лидерах роста. Напоминаю, что австралийский доллар вчера очень неплохо подрастал. Австралийский доллар является достаточно хорошим индикатором спроса на риск. И, в общем, судя по тому, что мы сейчас видим, мы видим продажу доллара против абсолютно всех валют основных мировых, их 16 штук у нас в терминале. Мы видим, в общем, все это говорит в пользу спроса на риск. Но я бы не называл это уж прям таким серьезным движением, которое мы сегодня увидим. Просто, как мне кажется, по российским индикаторам увидим тестирование верхних границ нашего летнего диапазона. И, наверное, скорее всего, не более того. Я пока все-таки не жду сколь-нибудь существенного прорыва того диапазона, который мы сформировали в последние две скучные недели. Экономический календарь сегодня опять-таки пустой. Ничего интересного публиковаться не будет. Я бы обратил внимание лишь на следующий момент. Сейчас я свои настроечки подгружу в терминале, чтобы все было видно сразу. Испания проведет долговой аукцион. Сегодня в 12.30 по московскому времени будут предлагаться рынку 546-дневные государственные облигации. Ну, это, в общем-то, единственное, за что мой глаз сегодня зацепился, изучая экономический календарь. Ну, вот, кстати, вышли данные по инфляции в Индии. 9,86% против 10%. Наверное, неплохо на самом деле, потому что, еще раз повторюсь, потребительская инфляция довольно мрачные перспективы рисует для этих стран. И здесь надо посмотреть, что у меня подгрузится. Здесь интересный график инфляции. Ну да, вот пики были инфляционного давления по Индии, получается, в апреле-май. Сейчас вроде бы немножко отступает, но это, на самом деле, неплохо. И я лично этому даже немножко рад. Так, в целом, день был достаточно пустым. Ничего интересного публиковаться не будет. Из, наверное, политических событий надо отметить Грецию. По всей видимости, вокруг этой страны будут связаны все дальнейшие телодвижения на этой неделе, которые сформируются. Ну, вот, в общем-то, сегодня писал премаркет. И какую информацию сегодня я нашел по Греции? Завтра, это, получается, будет 22 августа, премьер-министр Люксембурга и он же по совместительству глава министра финансов Еврогруппы Жан-Плодс Юнкер. Он посетит Афины, где будет обсуждать вопросы фискальной политики этой замечательной страны Южной Европы. Напоминаю, что Греция планирует сократить свои расходы на почти 12 миллиардов евро в ближайшие два года. Как раз по этому вопросу подготовить большой план в преддверии визита так называемой Большой Тройки, которая посетит страну в первой половине следующего месяца. Кроме этого, канцлер Германии госпожа Меркель и президент Франции господин Алан встретятся в Берлине 23 августа. Это получается у нас четверг, проведут двустороннюю встречу. Потом после двусторонней встречи 24 августа в пятницу встретятся с греческим премьер-министром Антонисом Самарасом, где также будут обсуждать проблемы греческой экономики и пути выхода из кризиса. Так что вторая половина этой недели будет сконцентрирована, по всей видимости, на Греции, ввиду того, что никаких новостных потоков ждать больше не приходится. Такая вот достаточно неинтересная неделя. И, в общем-то, все. Поэтому сегодня день пустой, бестрендовый, каких-то особых новостей не будет, ждать не стоит. Поэтому открываться будем мы на положительной территории. Возможно, в пределах полупроцента прибавят основные фондовые российские индикаторы. И, в общем, такие вот идеи на сегодня. Давайте пока есть время посмотрим на долговой рынок европейский. Десятилетние облигации Испании сейчас находятся, доходности по ним находятся в диапазоне 6,2%. Буквально в середине июля по испанским десятилеткам тестировали уровень 7,5%. Там все кричали, пугались, боялись. Но, тем не менее, вроде бы отпустило. Слава господина главы Европейского центрального банка, господина Драги, все-таки возымели свое действие. И доходности по десятилетним испанским бумагам отходят вниз сейчас. То есть на долговом рынке европейская ситуация достаточно стабильная. Доходности по Италии 5,76%. Тоже ситуация достаточно стабильная. Здесь такой средний диапазон, я бы сказал так, 2012 года. Здесь также вроде бы все достаточно спокойно. И все это, в принципе, готовит площадку для возможного роста и дальнейшего и на российском рынке. Так, ну вроде бы мы с вами все обсудили. Все, что можно было на сегодняшний день. Как вы видите, он будет достаточно спокойным. С моей точки зрения особо-то неинтересным. Поэтому жду позитивного открытия от уровня вчерашних идей. По всей видимости, вчера тем движением к отметке 140 000 пунктов по фьючерснадекс РТС и к уровню 1430 пунктов по индексу МВБ просто сорвали стопы. И сейчас благополучно, в общем-то, можно двинуть наверх верхнюю границу диапазона. По индексу МВБ ставлю сегодня верхнюю границу уровень 1440-1450 пунктов. Напоминаю, что в районе 1450 пунктов 200-дневная простая средняя проходит. И уровень притяжения достаточно сильный. Так что пока жду позитивного исхода дня. И вполне возможно, что ростом сегодня мы и закроемся. Так что, наверное, на этом будем завершать наше дневное мероприятие. Я думаю, что все вопросы я осветил. Если у кого-то эти вопросы как раз таки остались, то, пожалуйста, задавайте их в чате. Мы работаем в полном интерактиве и можете оставить свои вопросы либо в сессии «Вопросы и ответы», либо в чате. Сейчас буду с вами прощаться. Встречусь с вами сегодня в 12 часов по московскому времени и продолжим обсуждать глобальные макроэкономические вопросы. Вчера, напомню, обсуждали очень плотно то, куда уходили деньги от программ ЛТРО со стороны ЦБ, и то, куда уходили деньги Федеральной резервной системы США в рамках программ QE1, QE2 и так далее. Всем большое спасибо, до свидания и удачных вам торгов!